в этот раз мы решили проехать в чехию маленькой другой дорогой здесь от бреста можно разными путями попасть туда но нам в тот район она конечно если нужно если нужно ехать в прагу можно автомагистралью а2 проехать чуть ли не через через франкут на одере и спуститься в прагу или другой автомагистралью через дрезден можно спуститься в прагу но мы всегда ездили после варшавы по е-75 и через чистахова катавица не попадали на ту границу это в сторону острова и бурно нам надо попасть в этот раз мы решили проехать чуть ниже по карте это получается мы вышли с таможни свернули на дорожку на люблин и здесь вот уже мы едем порядка ста километров и деревушек дорога не совсем ровная но никого на этой дороге нет никаких не встречных машины чего за исключением дорожников которые начали тут тянуть видать полоска будет или что-то и дальше от люблина мы спустимся вниз на сторону словакии поедем и выйдем на краковский автобан он будет платный ну и там дальше по ходу я еще прокомментирую я уже много раз ездил той дорогой она там через кельси тоже она уходит катавицы и когда я спрашивал про то чтобы проехать вот этим маршрутом никто мне нигде внятного не объяснил никогда я решил теперь проехать эти маршруты этим маршрутом сам и потом мы сравним я скажу как лучше что там едешь и чтобы уехать на более менее скоростную дорогу надо проехать километров 350 пока ты готовится не выскочишь на автомагистрали за исключением нескольких кусочков там будет попадаться но не то буквально по 40 километров небольшие здесь я понимаю до автобана нам километров сейчас я не смотрел на скидку километров наверно 250 потом я уточню скажу когда буду продолжать этот ролик ну так что будем посмотреть вот уже долюблено 48 километров и перед тем как заехать город через город мы не поедем по ее по объездной там тоже сделали хорошую автомагистраль на объездной дороге и который уходит в сторону венгрии и словаки когда я езжу словаки я тоже этой дороге приезжаю и поэтому эти места хорошо знаю больше тут ремонтные работы дорогу делает все деревья обвязали горбулем чтобы не травмировать на въездах и на выезда почему то что то такое интересное выращивать надо узнать как это называется что-то мне незнакомо здесь можно обратить внимание по дорожке идет справа велосипеда дорожка и справа и слева с двух сторон идет нам на проезжей части для нее разметочка сделано вот специально прокатились среди глухих деревень вот такие у дорожки между деревушками тут деревушке там по три дома по пять домов и принципе все ровненько аккуратненько хорошо машин вообще нет тракторишку надо как-то объехать надеюсь он налево не собирается поворачивать мужики из телеги крикнули трактористу и полиция вот маленьк принял вправо тоже едем по деревушкам здесь как бы никто не ездит и местные жители нет нет смотри что-то рукой махает когда их машина дружу дружелюбный народ это мы едем в окрестностях люблина переночевали в люблине сразу же вышли на такую прекрасную бедную дорогу и поедем сейчас по а4 но это мы в жиршу и даже шива 160 километров и в жиршу и выем на а4 и уже пойдем через краков туда на на катавице и в катавице как раз мы встретимся стоя автогестралию а1 она по-другому е-75 обозначается это который идет с варшавы через чемстахову и в принципе в клевице они сходятся и там из трак которым мы сейчас поедем и там которые ездили раньше и посмотрим по удобности какой же все-таки лучше дороги добраться туда на ту сторону чехии грубо говоря это это в следующий раз будет устанавливаться в городе богумин на границе может быть это поближе но посмотрим вот я просто хочу сравнить эти трассы дружу если ехать от бреста по одной 625 по другой там 617 и по времени тот же google показывает что разница в принципе никакой но всегда мне говорили почему-то что вот эта дорога хуже может быть люди мало ездили или что будем сравнивать сейчас полосочка до объездная полюблен от едем там будет другая дорога я покажу как она будет выглядеть пока конечно приятно ехать по такой и как всегда как я уже говорил больше встречает своей чистотой и аккуратностью сейчас вот отлюблено даже шоу пойдет дорога вот такого плана но я здесь страшно ничего не вижу так как считают бреста до люблина вчера 120 километров мы проехали по совершенно пустой дороге вдоль деревушек и ну сейчас мы даже нам даже шоу маленько не доедем свернем уже на на 4 я думаю час полтора можно спокойно проехать по этой дорожке чтобы выехать на авторегистраль и продолжить движение уже более-менее таком быстром темпе завидев скоро все сразу же перестраиваться крайне правая очень не дают и спокойно проехать в принципе мы уже подъезжаем к жишеву я буду сворачивать на 4 эта дорожка наш совсем не утомила довольно таки спокойное движение машин мало дорога широкая если такого догоняешь водители догоняемых машин двигаются пускают тебя если тихо едут пока мне эта дорога больше нравится чем там суетиться сквозь эти городки все и решение спокойно снимаем виды обычной польской деревушке красота ухоженность приятно ехать даже лависто выросли кусты итак мы вышли на дорогу а4 международное обозначение это не 40 с нормальной скоростью разрешенная здесь 140 метров в час можно 150 спокойно ехать будет продвигаться практически до границы с чехией там просто мы перескочим на другой в табан соединився с 1 и что мне хочется сказать ну посмотрим что дальше на данный момент после границы до 120 километров по пустой дороге до люблина и 200 километров от люблина до жешуа не прошли не напрягаясь спокойно катясь с разрешенной скоростью и если я сравнил как я из них раньше потай по 1 намного больше там городишек надо каких-то перекрестков светофоров здесь как-то попроще на пока вот я вижу попроще конечном пункте уже более подробно я скажу как лучше ехать для меня давайте посмотрим дальше мы едем с разрешенной скоростью но все нас обгоняют здесь мы приезжаем местечко шестка вот 75 это будет уходить новый сочи когда мы едем славаки мы уходим на эту дорогу и идем в сторону славаки вот от кракова как мы видим 58 километров находит он тоже интересно как сделали или электропередачи выкрашены в синий цвет тут трассы но создают какую-то эстетику можно так сказать красиво мы подъехали к ракову начинаются здесь развязки на объездной всякие заезды в краков один раз я решил через краков отсюда проехать варшаву но так встрял что я лучше бы объехал краков и ушел бы второстепенными дорогами поселками его бы варшаве намного быстрее чем я заехал в краков попал в такие пробки в бешеные просто я там несколько часов а потом на выезде из кракова там трасса на варшаву идет тоже очень загруженная и там ни двух полоска плюс и светофор попадается и все довольно сложно ехать так что лучше по этой трассе варшаву не заезжать я имею ввиду трассу е-77 краков варшава вот она очень сильно загружены по ней не стоит ехать лучше либо по один уйти маленько проскочить либо не доезжая краков и уйти поселками вот этими польскими дорожка такая тоже нормально не будет такой скорости большую но спокойно доедешь на краков нового варшава вот здесь как раз отворот на е-77 а мы идем на а4 е-40 так вот у нас красный знак через два с половиной километра платная дорога нормально самолеты прямо над магистрали садятся какое-то здесь толпотворение нам нужно в среднего рода там где оператор сидит потому что у нас нет электронного пропуска мы поедем здесь по этой полосе да сегодня здесь плотничок конкретный по моему 7 полос 1 2 3 4 5 6 7 полос все заняты но машины все равно продвигаются быстро так что здесь если стоят даже несколько сотен машин нам потребуется примерно 3-4 минуты чтобы пройти пункт оплаты вероятно сразу сейчас оплачивать не будем может быть просто возьмем чек талон и оплатим уже на выезде где будем выезжать с него сейчас посмотрим у нас здесь вот крайний левый ряд проезжает по электронной оплате и это полоса вообще пустая только у кого есть этот чип они смотрю пролетаются свистом здесь и он машина пошла все быстренько проехала ушла остальные вот так и вот как мы так у нас категория 1 значит будет 10 злот стоит проезд ну сейчас у нас нет местной валюты злот дадим им еврики сдачи они нам все равно дадут злотов день добра сейчас заедем на заправочку посмотрим цены на топливо евро сильно пускать подскочил в эти дни сейчас 30 августа 2018 года опять-таки хорошие стояночки управляться пока не будем ну смотрим дизель у нас на сегодняшний день стоит на наши 93 рубля но это как бы очень так нормально дороговато получается в чехии топлива еще дороже там где-то в районе 96 рублей но если сейчас ехать нидерланды то там литр топлива стоит 126 рублей нормально стояночка люди отдыхают кушают макдональдс здесь то у нас мухи все стекло уже забили из дома там уезжали плюс 6 градусов было сейчас у них 30 градусов сейчас ровно погреемся встали на тировскую стояночку на минуточку буквально ничего страшного не будет а сейчас я покажу как действует польское средство от насекомых которые остаются на лобовом стекле маленько забрызгал через минуту смываешь и все эти следы убираются вот даже видно уже мухи потекли по стеклу теперь нехитрым движением руки все это смываем так пригорели что сразу еще не убираются стекло практически чистое подъезжаем ко второму пункту оплаты это уже недалеко от катавиц 15 километров до катавиц сейчас посмотрим стоимость строимся сюда стоимость тоже 10 слот составляет на автомобиле первой категории день добрый сейчас мы будем проезжать катавица сколько я здесь нету мне так это нравится так поляки красиво здесь все обустроили начиная с развязок разноцветных мостов все раскрашено запрашено чистота полнейшая только полос для движения и как бы загруженность особо не чувствовать но красиво очень красиво молодцы респект разрешенная скорость здесь по городу 100 километров в час 70 один для нас у нас стоп итак будем подводить итоги значит все таки проехали по 4 сейчас находимся в глибице правильнее будет глибице город в этом городе сходится как раз вот этих вот эти две автомагистрали а 41 и вот мое мнение лучше было проехать конечно по а4 это то что дорога для люблина до люблина свободная после люблина до жешева свободная не занятая дорога едешь нет вот этих постоянных полтинников нигде имеют жилые зоны и потом выходишь на автомагистраль пусть она имеет два платных участка на которых там по 10 злот за каждый платишь и принципе доезжаешь сюда не устаешь при нормальной свободной дороге но мое мнение такое надо еще хочу сказать что границу проходила не в самом бресте 60 километров от него в домачево я посмотрел по веб-камеры там было меньше народу и решил проехать там проехать действительно быстро там всего лишь за час обе границы и поэтому даже оказалось что к люблину я оказался еще ближе на эти 60 километров ну и на этом будет этот ролик заканчивать всем пока всем удачи